Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог». Я и ее ведущий Сергей Дадык. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. И напоминаю номера телефоном, по которым вы можете звонить в нашу студию. 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня начальник территориального управления Щелковского муниципального района, а также городских округов Лосино-Петровский, Фрязино и закрытого административа территориального образования «Звездная». Городок Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Станислав Положенцев. Здравствуйте, Станислав Александрович. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте. Такая у вас длинная должность, новая структура, новое управление. Ровно год прошел, как создано наше территориальное управление, глав архитектуры Московской области. Ну и вот сразу первый вопрос, а что сделано за этот год? Ну, наше управление территориальное, которое, как вы уже правильно сказали, обслуживает территории и работает на территории Щелковского района и всех его поселений, звездного городка, Фрязино, Лосино-Петровск, создана в соответствии с законами Московской области 106 ОЗ, 107 ОЗ, который был принят еще в июле прошлого года, и в дополнение 211 областной закон, который принят был 25 декабря прошлого года. Функционирует управление наше с 1 января этого года, и главной задачей в связи с теми законами, о которых я сказал, конечно же, это сопровождение разработки генеральных планов на территории Щелковского района, по которым было выдано задание правительством и нашим непосредственным главным управлением, которое является заказчиком на генеральные планы. Ну, а вообще это областная структура, считается? Да, это государственная власть, центральный исполнительный орган, основная власть Московской области, глава архитектуры, или главного управления архитектуры строительства Московской области, территориальным управлением, которым мы на сегодняшний день являемся. А такие структуры в каждом районе есть? Таких структур изначально не были созданы во всех районах и в округах, но поскольку наше управление экспериментально сразу было организовано не только в районе, но и с учетом, как вы уже сказали, дополнительных городских округов, то в 1 июля этого же года некоторые районы тоже объединились, и вместо 72, предположим, таких подразделений отдела управления на сегодняшний день функционируют 50 управлений. Ну а вот в чем отличие вашей структуры, вашего управления от предшественника, скажем, того же районного комитета по архитектуре? Да, я много лет проработал в управлении и в комитете по вопросам родостроительства, в управлении архитектурой родостроительства. По большому счету работа практически та же, за небольшим исключением, что те же законы, о которых я сегодня говорил, приняты в Московской области. Часть полномочий ранее, которыми занимался орган местоправления район и округа, были переданы или приняты на исполнение в правительство Московской области и его министерств, такие как Министерство строительства Московской области, Министерство имущества Московской области, ну и главы архитектуры Московской области. То есть, каждая из тех вопросов, которые были в этих законах прописаны, это вопросы родостроительного характера, как разработка генеральных планов, такие как принятие решения о разработке проектов планировки территории, об утверждении проектов планировки территории, выдача родостроительных планов земельного участка и разрешение на строительство на ввод всех объектов, за исключение объектов индивидуального жилищного строительства. При этом 107-м областным законом часть государственных полномочий передана была органам местного управления, в данном случае району, не поселением, а Щелковскому муниципальному району и руководству, ну и как органам местного управления городским округам. Это связанные с выдачей, как я уже сказал, родостроительных планов и разрешения на строительство на воду для индивидуального жилищного строительства, присвоение адресов, решение вопроса перепланировки, а далее изменение вида разрешенного использования и распоряжение земельного участка, те, которые идут по согласованию с Минимуществом. Но это вопрос уже как бы параллельного с нами ведомства. Давайте подведем тогда вот такие небольшие итоги, итоги года, что сделано. Ну, как я уже сказал, прежде самая главная работа у нас это было сопровождение взаимодействия, прежде всего, конечно же, с органами местного управления, с главой района, с руководителем администрации района в части подготовки материала генерального плана. Сама подготовка генерального плана состоит из трех этапов. Это предусмотрено техническим заданием. Первый этап это сбор и актуализация исходных данных. Второй этап это определение дефицитов именно по тем наиболее жизненным и важным вопросам, которые необходимы, в первую очередь, населению, такие как объекты социальные, детские сады, школы, образование, инженерные и транспортные объекты, которые ложатся в основу функционального зонера тех генпланов, которые должны быть разработаны. Под эти дефициты просчитываются, соответственно, средства и самое главное, о чем я уже сказал, функциональное зонера, определение места их расположения для того, чтобы их ликвидировать, чтобы дефицитов на сегодняшний день не было. Потому что, когда идет неравномерное одностороннее развитие региона в части только, предположим, строительства одного жилья и при этом не сопровождается комплексностью застройки, конечно, это вызывает нарекания у населения, ну и ухудшает жизнедеятельность людей на территории. Ну, всего в нашем районе 10 поселений городских и сельских. Значит, всего 10 планов или есть какой-то единый районный план? Ну, у нас в 2012 году был разработан и утвержден, он разрабатывался, правда, с 1999 года, а в 2012 году была разработана схема территориальной планировки и генплан района. Значит, я об этой работе чуть позже скажу. И к тому же в этом же 2012 году был утвержден генеральный план Огодневского сельского поселения. Наши коллеги из Огодневского сельского поселения разработали, пройдя публичные слушания, прошли все необходимые согласования и в декабре утвердили. Все остальные поселения тоже разработали генеральные планы. И в 2014 году в большинстве случаев все генпланы были подготовлены для согласования и утверждения. Но поскольку вышли новые нормативные документы, в том числе законы Московской области, пришлось, используя эти материалы, вернуться к этой задаче снова. И на сегодняшний день в Щелковском районе разрабатывается 5 генеральных планов городских поселений. Это Щелково, Монино, Фрянова, Загорянка, значит... И Свердловский. Да, и Свердловский. И 4 сельских поселения. Они, так сказать, тоже известны, но за исключением Огодневского поселения. Турбинское, Медвежоозерское, Анискинское и Ребневское. При том, что, как я уже сказал, они были все разработаны, но, к сожалению, при огромном количестве наработанного материала в Московской области, плюс тех замечаний, которые были, ну, жители города знают, которые были, в том числе и генплану ранее разработанного городского поселения Щелково, и в Загорянском тоже городском поселении было много замечаний, то, соответственно, как бы эту работу, актуализируя исходные данные, и в связи с выполнением государственных задач по ликвидации, как я уже сказал, дефицитов социальных, а, кстати сказать, есть еще одни дефициты, о которых я позже скажу, пришлось эту работу немножко, так сказать, переделать или подходить к ней по-другому. Разработчик института этой работы у нас научно-исследовательский проектный институт градостроительной системы проектирования. Ну, это исполнитель, непосредственно. Да, да, исполнитель, который на конкурсе, на торгах в начале года выиграл конкурс, в марте заключил контракт на разработку, он единый для всех генеральных планов Щелковского района, что дает, как бы, нам возможность удобнее работать и нам, и коллегам из администрации Щелковского муниципального района, это и самой администрации, и отделу архитектуры в составе. При том, что сразу хочу отметить, что благодаря активной нашей взаимной работе своевременно были подготовлены исходные данные, согласован второй этап части дефицитов. На сегодняшний день ведется работа по предложениям, по ликвидации этих дефицитов, то есть куда будем размещать и каким образом будем решать совместно и выходить, кстати, на публичные и слушные населения, те объекты, о которых будет речь вестись в самом генеральном плане. Давайте немножко к истории обратимся. Вы упомянули как раз прошлый план городского поселения Щелково, который был в 2013 году разработан. В общем, такая немножко у него, наверное, драматическая судьба сложилась. Насколько помню, где-то в начале ноября 2013 года еще прошли публичные слушания, на которых многие жители высказали, так скажем, несогласие с тем генеральным планом. Затем даже некая инициативная группа написала письмо губернатору о том, чтобы этот план не принимать. Даже в конце ноября того же года прошло пикетирование Мособлдумы тоже с призывом, с требованиями, чтобы план этот не принимался. В декабре уже губернатор Андрей Юрьевич Воробьев отправил этот план на доработку, но, тем не менее, в феврале план доработан не был. Видимо, может быть, не успели сделать или как-то еще. И в феврале, собственно, уже вышло постановление правительства о том, чтобы план отклонить. Вот прошел год, получается, уже два года будет в феврале. Какая судьба у нового плана? Какие-то пожелания, то, что были, пожелания и замечания учтены? Во-первых, генеральный план, который был разработан в 2012-2013 году и представлен на согласовании в 2014 году, в том числе и на публичные слушания, имеет очень много достоинств в части, опять же, существующего положения. Понятно, что за эти годы все изменялось, и, соответственно, пришлось в 2015 году их актуализировать, эти данные, которые были. При том, что те серьезные замечания, которые были ранее выданы, как, например, засыпка карьеров, орудоуправления в генплане и другие, так сказать, острые вопросы генплана, в большинстве случаев были учтены еще в работе тех авторов, которые работали. Но на том опыте, я думаю, что нынешние проектировщики и авторский коллектив, он изучил те замечания, те публичные слушания, и я думаю, что эти замечания будут учтены. Другой вопрос, что одним из моментов негатива, вызванного, предположим, в том генплане, указанная как городская дорога западный обход, тоже вызвало большое, так сказать, нарекание у людей, был неоднократно рассмотрен в присутствии и общественной палаты, и общероссийского народного фронта представителей на всех уровнях согласования. На сегодняшний день проект западного обхода в апреле 2015 года был утвержден для дальнейшей его реализации, поскольку все жители прекрасно понимают, что жить в городе с одним мостом, который разделяет город на две части река, практически невозможно и решать надо. Но я думаю, по транспорту мы как-то чуть позже переговорим. Теперь, что хотелось сказать про генпланы и еще про один очень важный дефицит. Дело в том, что развитие населения и метров квадратных жилой площади, те планов громадё, которые у нас были раньше, которые сегодня мы будем вместе реализовать, они по-хорошему должны сопровождаться, в первую очередь, конечно, социальными объектами, но еще главнее, наверное, с вопросом мест проложения труда для тех же людей, которые здесь живут и будут жить, поскольку, получив информацию по существующему состоянию мест проложения труда и учитывая то, что в ближайшее время, последние, 12, 14, 15 году принимались и улучшались, как бы изменялись региональные нормативы растительного проектирования, получается таким образом, что у нас достаточно большое количество людей, которые сегодня нашли применение себя на территории Щелковского района, его поселений, и вынуждены эмигрировать, ездить на работу в Москву, что, собственно, опять же, создает пробки и, соответственно, все остальные и политические, и воспитательные, и экономические, и другие факторы нашей жизни. Ну вот еще одну из претензий к прошлому генплану со стороны жителей, со стороны экспертов независимых, не знаю, как уж назвать, и как раз явилась, как они выразились, некорректная цифра увеличения численности населения нашего района. То есть по плану, я сейчас уже абсолютные цифры, конечно, не приведу, но, тем не менее, было запланировано такое-то определенное количество жилья, в котором по плану должно было население нашего района к 30-му году должно возрасти на 27 тысяч жителей. Хотя, если с учетом того количества людей, которые проживают на этой площади, даже в настоящее время, то там уже не 27 тысяч, а там все 60. То есть практически в три раза был занижен реальный прирост населения. Соответственно, инфраструктура, ну, я имею в виду даже и те же детские садики, школы, магазины, тоже было не предусмотрено на такое количество людей. В итоге получается, что жители у нас появятся новые, да, а применения они найти себе не смогут. Соответственно, опять то, о чем вы только что сказали, да, будут ездить на работу в Москву или в другие районы, ну, и опять заторы, пробки, транспортная инфраструктура тоже на это не была предусмотрена. Вот сейчас это как-то исправлено? Сергей Мишков, совершенно справедливый вопрос. Дело в том, что постановочно правительство и губернатор сегодня и главк ставят задачу перед разработчиками генерального плана. В первую очередь, развитие должно осуществляться только после того, как будут ликвидированы те дефициты, которые сегодня в связи с массовой застройкой увеличатся, так сказать, а не ликвидируются, как бы не уменьшаются. Так вот, первое, наперво, значит, сначала необходимо построить те необходимые объекты жилья, ликвидировать аварийный и ветхий жилой фонд, значит, определить места приложения труда, и под это дело возможно приходить с предложениями для размещения и строительства нового жилья. Поэтому задача стоит первая – вывести людей из ветхого и аварийного фонда. Ну, вы знаете, что сегодня принимаются меры, и губернатор был на ряде объектов, например, вместо казармы на Краснознаменском строится жилой дом, так называемая Соболюк, это, как бы, поселок ХБК на улице Фабричной, тоже нарабатывает сейчас проект на документации. Готовится документация по реконструкции микрорайона Сидь-7, микронов 5, это центральный Дальний Воронок, так называемый. То есть, вот это, так сказать, основные точки, которые должны быть решены в городе для того, чтобы люди получили комфортное, ну, то есть, были переведены в комфортное жилье. Плюс к этому, нет, плюс к этому, сейчас два слова буквально, плюс к этому хотелось бы сказать о том, что все новые проекты, планировки, которые делаются под эти площадки, в любом случае должны иметь все показатели по тем объектам, которые я сказал, это социальные детские сады, школы и так далее, значит, должны отвечать современным региональным нормативам. Если вчера можно было там или каким-то образом они не учитывались, то на сегодняшний день эти нормативы должны быть учтены. И гарантом этому на сегодняшний день работающий градостроительный совет Московской области, который работает при правительстве, при Минстрое и заседает в здании правительства. Такой градостроительный совет имеет две комиссии. Одну по градостроительным действиям, другую земельно-имущественных отношений. И будут то вопросы изменения вида разрешенного использования, выдачи градостроительного плана, выдачи разрешенного строительства, и тем более рассмотрение генерального плана или проекта планировки, в любом случае проходит сначала Межведовственная комиссия, потом выносится на градостроительный совет, при том, что между Межведовственной комиссией и градостроительным советом обязательны публичные слушания, чтобы выяснить мнение населения. В любом случае должно быть мнение руководителей органов местного управления, в данном случае главы района, руководители администрации местного градостроительного совета, и после этого этому проекту будет даваться ход и, соответственно, разрешение строительства. Ну вот почему я вас как раз хотел перебить в тему. Просто буквально перед началом нашей программы мы получили вопрос от нашей постоянной зрительницы. Зовут ее Лариса Кирилловна, жительница города Щелково. Она хотела задать вам вопрос. Какова судьба домов по нечетной стороне улицы Иванова от Центральной до улицы Шмидта? Речь идет о домах номер 11, 13, 15, 17 и 19. По словам Ларисы Кирилловны, пошел третий срок их эксплуатации. То есть раньше говорили, что они рассчитаны на 25 лет, соответственно, прошло уже больше 50. Насколько я понимаю, речь идет о таких. Ну я на память не могу сейчас сказать, находятся ли эти дома на Иваново в перечне или в списках жилых домов, которые включены в программу сноса и вывода из Ветхого фонда. Но тем не менее, я хочу сказать, что и в старом генплане, и в новом генплане вот эти микрорайоны или эти кварталы, они будут находиться в зоне многоэтажного жилищного строительства, как они ранее предусматривали, даже в генплане 2004 года. Что значит подлежать реконструкции данной территории. И только те дома, которые на сегодняшний день отвечают современным требованиям по конструктивам, по условиям проживания жилья, могут быть сохранены. Все остальные, как правило, будут подлежать скорее не реконструкции, а сносу и выводу этих людей в новые квартиры, в новые дома. Ну а вообще в Подмосковье существует такая целевая программа, как скажем, в Москве по сносу ветхих жилых домов? Такая программа существует не только в Московской области, она есть и в Щелковском районе. Она, правда, переходящая из программы ветхого жилого фонда администрации городского поселения Щелково. Вот такая программа, такие перечни объектов существуют. И это те объекты, которые должны первоочередно переводиться по реконструкции территории. Я хочу напомнить нашим зрителям телефон студии прямого эфира программы «Диалог» 496, Кудгорода, 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте вопросы моему сегодняшнему гостю, начальнику территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области Станиславу Положенцу. Мы продолжаем говорить о генеральном плане нашего района, наших городских и сельских поселений. Вот раз уж зашла речь о публичных слушаниях, хочется спросить, а вообще учитывается пожелание жителей при проведении этих слушаний, ну, в общем, такого важного документа для района, как генплан? Конечно. Все мнения будут учитываться, но надо понимать еще один маленький нюанс, что вообще-то публичные слушания — это не выбор и не референдум. То есть задача проектировщиков, в том числе и администрации соответствующих, — ознакомить население с теми предложениями, которые будут в дальнейшем реализовываться на территории проживания этих людей. Значит, любые вопросы, связанные с их пожеланиями, я имею в виду с пожеланиями населения, будут рассмотрены, на все практически будут даны ответы, и наиболее, так сказать, конкретные те, которые будут иметь, соответственно, силу, будут включены в соответствующие документы проектные. Дело все в том, что сами генпланы определяют, как я уже говорил, функциональное зонирование. И понятно, что люди могут свой вопрос не то что замельчить, потому что для него он не очень мелкий, он как бы жизненный вопрос. Но этот вопрос может быть не этой стадии проектирования. А в Родостроительном кодексе вообще у нас в практике существует генплан, который определяет границы населенных пунктов, функциональное зонирование, который определяет места размещения перспективных объектов строительства, который определяет места, которые должны быть сохранены по тем или иным требованиям российского законодательства, такие, как, например, водоохранные объекты, там, например, объекты культурного наследия, как памятники архитектуры. Должны быть учтены вредные объекты, вредность которых должна быть учтена. Ну и в таком случае это документация терпланирования. На основании документов терпланирования в дальнейшем разрабатывается регламентная документация, которая из этого правила землепонимой застройки, которые тоже в дальнейшем должны проходить публичные слушания и рассматриваться на людских, так сказать, мероприятиях, привлекаться их мнение. И тоже в соответствии с действующим законодательством принимается. В последствии на основании этих двух документов делается проект планировки территорий, который определяет красные линии кварталов или элементов планировочной структуры, как написано в кодексе, под застройку. И уже после этого делается проект межевания, городостроительный план земельного участка и проект строительства объекта. Конечно, система и структура это довольно сложные, но по действующему закону она обязательная. И, как я уже сказал, полностью рассматривается его соблюдение, этого процесса и этой процедуры, на заседаниях Межеведовской комиссии и Городостроительного совета. Опять же, еще раз говорю, с учетом мнения, как сегодня сказано, второго ключа, или там два ключа, это один область, другой в организме управления, и, конечно, с учетом мнения населения. У нас есть звонок, вот как раз давайте послушаем мнение населения. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, это Анатолий Подкопаев с Чкаловской. Меня интересует судьба наших гаражей по улице Институтской напротив милиции. Прошел слух, что нас хотят сносить. Но более того, часть гаражей у нас приватизированы, а часть гаражей запретили приватизацию. Спасибо. Спасибо. У меня нет информации о принятых решениях о сносе этих гаражей, хотя, в принципе, упорядочить эти гаражи, конечно, тем более силами самих правительств хотелось бы. Но сведений о том, что кто-то сегодня собрался их сносить, на сегодняшний день не существует. Во всяком случае, у нас в управлении. Хорошо, сейчас у нас небольшая пауза, буквально 3-4 минуты. Уходим на перерыв. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области Станислав Положенцев. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И хочу напомнить, естественно, телефоны студии прямого эфира 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Вернемся к разработке генплана наших городских и сельских поселений. Станислав Александрович, вот вы цитировали в конце первой половины нашей программы «Градостроительный кодекс». Я тоже хочу процитировать, если можно, согласно этому документу. Главным критерием при разработке генерального плана застройки города является удобное проживание людей. Это вот записано черно-по-белому. Но у меня вопрос такой, может быть, несколько обывательский. Ну, а вообще, вот простым жителям нужен генеральный план? Ну, вот, скажем, да, два года назад не приняли его, и ничего, живем пока как-то. Ну, во-первых, нужен обязательно, тем более, что это закреплено законодательно. И в том же Градостроительном кодексе написано, что у кого нет генерального плана, тот в дальнейшем, а есть определенные сроки, сейчас я о них скажу, не сможет не только получать или оформлять землю под какие-то виды строительства, но в том числе и осуществлять какую-то деятельность, которая определена, опять же, разрешительными документами. Значит, что касательно сроков. Генеральный план необходимо было разработать, слава богу, еще по Градостроительному кодексу, принятому в декабре 2004 года. Ну, по многим обстоятельствам, в том числе и о которых мы уже говорили, продлен был срок неоднократно в Московской области, последний срок, который сегодня назван, это 1 июля 2016 года. Мы надеемся, что готовность наших материалов позволит в 2016 году принять эти документы, и с 1 июля тот срок, который был назван президентом страны, значит, позволит нам в дальнейшем иметь развитие. На этот срок законодатель предусмотрел, что пока генпланы разрабатываются, он может работать в пределах других документов, тех же проектов планировки. Так вот, если до 1 июля как бы не будет разработан генплан, то, соответственно, и проект планировки нельзя будет разработать. Ну, и так далее, и так далее. Я не буду перечислять весь перечень ограничений, которые будут, поэтому генплан нужен как бы по закону. Теперь, что касается по-человечески. Дело в том, что, особенно с учетом территориального планирования, когда земля у нас пошла в собственность, и мы не по объекту, о чем мы говорили, предположим, и раньше, сегодня, а именно по планированной территории, по земле, как бы идем, в любом случае надо остановить, предположим, желание, ну, как бы нерадивых застройщиков соединять, предположим, земли общего пользования. И что такое комфортность? Прежде всего, это движение и транспорт, да, например. Движение какое? На автомобилях и движение пешеходное. Значит, это каркас транспортный, который позволит от места проживания человека попасть к месту работы. А может так получиться, что эти дороги потом не где строят. Как, предположим, вот мы пытаемся пробивать какие-то там дороги уже, как считается, по живому телу, а уже же там люди как-то осваиваются, они же не считаются этим. Вот генплант, как основа дальнейшей же недеятельности, он должен быть, и он должен быть открытым, понимаемым всеми жителями, что это территория земле общего пользования, которая, кстати, по земельному кодексу не подлежит приватизации. А именно генеральный план, определив функциональное зонирование, определяет в дальнейшем и те земли, которые могут быть застроены, на которых может быть жилье, на которых может быть промышленность, где может быть сельскохозяйственная, лесная и так далее. Та же проблема, если, предположим, функционально зонирование, это рекреация, лес там и так далее, то нельзя там ни рубить, ничего строить. Ну, да. И так далее, и так далее. Давайте про рекреацию мы оставим на конец, все-таки это будет самое интересное. Просто хочу сказать, что это так называемые графические программные правила игры в дальнейшей жизнедеятельности. Ну, правила игры не игрушек, а правила жизнедеятельности. Ну вот мы как раз подошли, наверное, к самой главной проблеме нашего города, нашего района. Это, конечно, транспортная проблема. Я попрошу режиссера сейчас вывести на экран предложение по строительству автомобильного моста через реку Клязьма. Это район улицы Фабричной и улицы Заречной. Ну и плюс, помимо этой трассы, которая обозначена на карте зеленым цветом, есть еще и другие дороги, которые тоже в перспективе, наверное, должны быть построены. Вот вопрос такой, а повлияет ли на решение транспортной проблемы города строительство этого моста через Клязьму? Как вообще пройдет трасса? Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что, несмотря на то, что у нас планов громадье, я имею в виду не только в Щелковском районе, но и в Московской области, и в России, потому что, например, такую дорогу, как Щелковское шоссе, проектирует федерал, это федеральная трасса. Ну, это особенно, конечно, да. И проектирует, и проектирует тоже довольно долго, и на Щелковском шоссе много пробок. Это, так сказать, проблема тоже номер один, которая у нас должна решаться, и решаться как можно быстрее. В этом году, кстати сказать, тоже мы вместе с администрацией района неоднократно обращались в разные инстанции, и в том числе и Росавтомагистраль, там, Центравтомагистрали, работали с коллегами. Ну, вы знаете, что построив, предположим, и введя в эксплуатацию сейчас переезд через, Чехаловский переезд через железную дорогу, в какой-то степени улучшили в этой части дороги. И федеральная трасса должна быстрее пойти. Но вот отсутствие дублера Щелковского шоссе на сегодняшний день не сможет решить эту проблему. Поэтому задача номер один, это то, что на сегодняшний день запроектирована уже трасса, она не по ней пойдет, а пойдет параллельно. Там мы отдельно посвятим как-то информацию и расскажем. Но факт тот, что, конечно, главная задача идти от федеральной трассы, приходить в Щелково. В Щелково один мост. Улица Московская, Пролетарский проспект, Фрянское шоссе. Через этот мост ездят на сегодняшний день, когда делался проект западного обхода, специально ставили счетчики, то есть и оборудование, и люди. Сколько машин проходит в сутки. Да, сколько в сутки проходит машин. Так вот, по данным, еще начало разработки западного обхода по этому мосту проходит 39 700 в одну сторону и 39 столько же в другую сторону. Это получается порядка 80 тысяч, это реально посчитано. Если брать норматив, что у нас должно быть на тысячу жителей 420 парковочных мест, то если 120 тысяч жителей, которые мы сегодня фактически имеем в поселении Щелково, значит, умножить грубо на 420, ну, там, тысячи на 420, у нас получится, что порядка 50 тысяч автомобилей мы должны обеспечить проезд. Значит, 50 в одну, 50 в другую, один раз в день, это уже 100 тысяч. Но это только жители района назвали, а сколько транзитников еще? Еще и транзитники. Поэтому проблема, теперь переходим к западному обходу, который сегодня утвердил губернатор, становится очевидной и совершенно понятной. На этой схеме, которую вы показываете, она с левой стороны, как бы на западе, нарисована красным. От Щелковского шоссе до Синева, так сказать, это до улицы Фрунзе в Щелково-7, с тем, чтобы дальше уходить на пушку. Там тоже будет какая-то развязка, она ведь уйдет в сторону Ивантеевки. При разработке проекта строительства, конечно, там развязка будет, и, конечно же, будут учтены все нормативы, которые действуют на сегодняшний день. Но мы возвращаемся к тому вопросу, к которому мы говорим. Эти программные проекты, которые предусмотрены в программах и Российской Федерации Государственной, и в государственной программе «Дорога под Москвой», они получились долгосрочные. И на сегодняшний день нужно как глоток воздуха, как укол, как говорят, скорой помощи, как в некоторых случаях, для города. Это какое-то экстренное решение. И такое решение было предложено и поддержано губернатором в сентябре этого года, когда он приезжал открывать школу в Щелково-7. строительство моста через реку Клязьба в районе улицы Фабричной, которая зеленым нарисована в данном случае, на улицу Заречную. И первостепенная задача обеспечить движение и логистику между промышленным транспортом восточной промзоды в центральной части города и в заречной части города. То есть с тем, чтобы весь производственный транспорт покинул, как говорится, новый мост. То есть он через него не двигался. Но вот если вернуться к этой схеме... При том, что когда мы в дальнейшем начали рассматривать, уже по предложению Главного управления дорожного хозяйства, это как первый шаг для дальнейшего пути от АЗС-100 по федеральной трассе, перейти переходом, путепроводом в районе станции Щелково на улицу Фабричной, проехать на улицу Заречную и дальше выйти на Фриановское шоссе. Таким образом мы как бы получаем, ну если не восточную, во всяком случае, как его пытаются тоже назвать, потому что восточный обход – это немножко другая тема, и она сегодня видоизменилась. Но во всяком случае, еще один мост, еще одну трассу, еще одну линию движения, по которому в первую очередь производственный промышленный транспорт, ну и в том числе все остальные жители города. Ну вот предположим, что мост уже есть, да? Сейчас у нас это первоочередная задача строительства моста через Клязьму именно в районе Фабричной. Но опять, как же будет направлен транспортный поток? Ведь если пока не будет построена эстакада через железную дорогу в районе станции Щелково, да, вот основной поток, который движется, ну так условно говоря, с юга, да, с Щелковского шоссе, сейчас он едет, естественно, по Московской улице, да, по Пролетарскому проспекту, переезжает через ныне существующий мост, и дальше идет опять же на Фряновское шоссе, да, к северу от нового, ну скажем, не нового, а проектированного моста, да, к северу там более-менее можно еще проложить дорогу, потому что промзоны, и вроде ничего нет. Ну а здесь, если даже расширить Фабричную улицу, она упрется в железнодорожные пути. Ну, она не упрется в железнодорожные пути, поскольку есть существующие трассы выхода и через Московскую на Щелковское шоссе, и через, предположим, ту же Заречную сторону к Ярославскому шоссе. В данном случае решается, я говорю, экстренная задача освобождения единственного в городе моста на Пролетарском проспекте. А дальнейшие шаги, они обязательны в исполнении, потому что действительно, по мнению Главного управления дорожного хозяйства, это полумера. А мера должна быть полностью. Почему именно в этом месте? Почему именно здесь? Да потому что, если посмотреть все другие варианты, которые нарисованы на схеме, в генплане города Щелку 2004 года было определено пять мостов. Один мост, это который Западный обход, второй мост, это который по улице Пушкина, который жители Щелково, даже для общественного и легкового транспорта. Ну, пока это пешеходный мост, и вроде и планируется, чтобы быть пешеходный мост. Не восприняли это движение, хотя в перспективе тоже надо будет думать о движении какой-то степени там. Значит, Парлетарский проспект, который нам всем известен, мост на Руде, который сегодня на ЖБК идет, он тупиковый. Вот все. И мы опять находимся у одного моста. Поэтому, определив все эти варианты, да, там был фабричный через микро-район Солнечный, но там опять вырубка леса, снос садовых участков, там куча всяких вопросов. А именно вот этот кусочек, где 40 метров между опорами моста, это экономика и конструктив, и буквально там чуть больше 500 метров от асфальта до асфальта. Понимаете, это наиболее сегодня оптимальный вариант, который может быть решен скоро, быстро и, как говорят в народе, дешево. Конечно, относительно, но дешево. Ну вот заканчивая тему западного обхода, чтобы потом больше к этой теме не возвращаться, раз тем более проект уже утвержден на областном уровне, очень много было вопросов еще и в предыдущем генплане двухлетней давности, и вот даже сейчас нам звонят наши зрители и спрашивают, не будут ли ликвидированы, не будут ли ущемлены интересы жителей, скажем, Хмутова и садового товарищества Нива. Потому что речь шла, что, может быть, даже их как-то куда-то переселят. Значит, на сегодняшний день проект планировки, который утвержден губернатором, определил коридоры, в том числе все те участки, которые подлежат выносу или выводу с этого коридора при проектировании. Понятно, что этот коридор определяет место разработки проекта, и проект может быть учтен, но наличие охранных зон и санитарных зон от будущей трассы в любом случае не позволит, предположим, определенному количеству людей находиться рядом с трассой. Тем не менее, хотелось отметить первое, что, как мы говорим, от Щелковского шоссе дорога идет сначала за счет расширения существующей трассы и практически только в деталях где-то захватывает, ну и действует как бы поворот на Щелково. Там в любом случае должен быть... А там как-то в обход придется идти? Нет, там придется строить, и уже проектом планировки определено, двухуровневая развязка. Двухуровневая развязка, понимаете, она тоже потребует... Ну а Жигалово там не пострадает? Жигалово практически не страдает, потому что улица Московская от самого начала, она остается в стороне. Потом идет по полям, там, правда, тоже есть собственники, но это не застроенные участки, и, в принципе, люди в большинстве случаев знают о том, что они попадают в эту зону, и, соответственно, с ними ведутся определенные, так сказать, переговоры, разорванную тему. Самый большой участок даже не при переходе через железные дороги, самый больной, как кажется, участок, и даже не по полю, который идет в районе Соколовска, Соколовска, а участок, который идет между лэпками от поля Хамутова, как вы сказали, не трогая, кстати, застройки Хамутова, Хамутова саму не застраивается. И визуально можно даже сейчас, ну как бы не ночью, конечно, пойти и определить в дневное время, что трасса предусмотрена между двумя линиями электропередачи. То есть это та зона, в которой, по-хорошему, не то, что жить и выращивать-то нельзя. Хотя, в принципе, люди в свое время сели, получили разрешение на проектирование, там, на прокладку газа, и понятно, что не есть. Но все варианты, которые были предложены, в том числе и жителями, в данном случае, и правообладателями этих участков, законные и незаконные, там, и так далее, и так далее, все эти варианты были рассмотрены неоднократно и в главу архитектуры, и на городостроительном совете правительства Московской области. И, как вы знаете, проект утвержден. Другой вопрос. У нас есть еще один звонок. Цена вопроса. Давайте зрителя послушаем. Давайте. Санислав Александрович, потом закончим. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. А звонок Ката у нас и нету. Да, здравствуйте, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, это Татьяна Александровна. Здравствуйте. Я щелкаю, проживаю на Воронке. Меня, знаете, что интересует? Вот эта вокзальная площадь Воронковская, там сейчас что творится? Маршрутки, автобусы, такое столпотворение. А мы живем за детским миром. Вот эти деревяшки с 1927 года. Вот на фреш смотрят деревяшки. Пионерская, Первомайская. Вот этот вот район, вокзальная площадь. И вот эти вот за детским миром, как будут застраиваться и какие планы? Я думаю, что именно конкретно вот эти дома, которые деревяшки, там, по-моему, 6 или 8 домиков сейчас, они первоочередные подлежат по выселению и переводу в новое жилье. Именно с этих площадок планируется освоение территории Дальнего Воронка. Еще один звонок есть у нас. Давайте закончим. Вот режиссер подсказывает, что звонка у нас больше нет. Тогда мы продолжим. Вот конец западного обхода, наконец-то. Ну, завершение западного обхода, там, конечно, касается микрорайона, так называемого, Финского, да? Ну, это новый микрорайон. Да, новый микрорайон. Но опасения людей сейчас пока обеспочны, потому что проектировщики предусмотрели выход на... Ну, там улица Чкалова, это граница с Финском. Можно там, не знаю, чуть ли везет. И сама трасса от жилых домов отделена трассой ЛЭПа. Кстати, ЛЭПки при строительстве этой дороги никаким образом не демонтируются. Они остаются. И когда жилье проектировалось в данном микрорайоне, все зоны от линии электропередач учтены, и, соответственно, они позволяют между ними проводить сегодня дорогу. Конечно, есть моральный вопрос, что попадает там около сотни, ну, 87 садоводов там, ну, как бы садовых участков, сколько-то там участков еще частных жилых домов, какие-то участки земельные. Но в данном случае хотелось бы, и мы уже неоднократно с некоторыми, с большинством из них встречались и комментировали, рассказывали, что в любом случае по действующему российскому законодательству все необходимые компенсации будут предоставлены, и то, что необходимо при решении таких задач, при выполнении государственных и муниципальных нужд, будут реализованы. С другой стороны, надо понимать и такую вещь. Понятно, что каждый человек для нас дорог и ценных, но 100 человек, 100 участков, и 100 тысяч, и 120 тысяч человек, ну, на весах, конечно, это, как бы, не хотелось бы ровнять, и не хотелось бы стенки устраивать, но факт заключается в том, что на сегодняшний день это оптимальный вариант, который утвержден губернатором. И в 2016 году планируется начало разработки проектной документации для строительства по каким-то этапам, по каким-то захваткам. Ну вот давайте, как мы обещали нашим зрителям, на десерт поговорим о красоте нашего города, о его внешнем облике. Вот на сайте глав архитектуры, высшестоящей организации вашей, есть такой раздел «Положительные примеры практики современного проектирования в Подмосковье». И в качестве примера, ну, там разные объекты, там и жилые кварталы, там и промзоны, и офисные помещения, и рекреационные зоны, как мы их говорим, парки, и спортивные, и детские площадки. Ну и вот, как в качестве примера, образца, приведены фотографии набережной Серафима Саровского, у нас в Щелково. Вот поэтому на такой хорошей ноте задаю вопрос, наверное, уже последний, мы заканчиваем, к сожалению. Что делает ваше территориальное управление в разработке внешнего облика и города, и района? Ну, начнем с того, что набережная Серафима Саровского была неоднократно представлена на всевозможные премии в Московской области и является, так сказать, началом освоения, как бы, благоустройства территории города Щелково, как населенного пункта, ну и, соответственно, городского поселения. Так вот, изначально в самой концепции освоения пешеходных зон и городской территории нашего города, это набережная, переходящая площадь Ленина, и работы наше население видело, в этом году по площади Ленина уже проведено. В дальнейшем переход и уже конкурс объявлен, концепция подготовлена на улицу Парковую, которая в своей длине имеет порядка километров, там 900 с чем-то метров. То есть это все пешеходная зона будет? Да, это будет зона благоустроенная, в том числе с серьезным пешеходным ходом, имея в виду и для колясок, и для велосипедов, и для пешеходов. Тем более, что в дальнейшем ведется предложение по улице Пушкиной, возвращение к набережной в районе моста ШТФ, возвращение, ну там, благоустройство парка, нет, благоустройство парка в программе есть, и дальше возврат по набережной, к набережной Саровского. Как это? Любое строительство, ремонт легко начать, но трудно закончить, но в данном случае это дело хорошее и поддержано в первую очередь и регулируемо сегодня руководством администрации района. Именно администрация выделяет средства, ищет инвесторов, определяет серьезную заботу об этом объекте. Но я думаю, что всем жителям будет приятно жить в таком городе, где будет возможность не только на одном участке площади собраться и детишками побегать возле Ленина, а где будет серьезный комплекс пешеходных, велосипедных, рекреационных, парковых и других работ. Мало того, хотелось бы, чтобы и Заречная часть, где остатки техноткани, тоже преобразились, потому что по генплану 2004 года там тоже должна быть парковая рекреационная зона для жителей микрорайона Заречного. Ну, это все довольно уже отдаленная перспектива. Вот, к сожалению, уже просит нас заканчивать. Большое спасибо, Станислав Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник территориального управления Щелковского муниципального района, глав архитектуры Московской области Станислав Положенцев. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!